Приветствую вас! Вы производите впечатление человека достаточно серьезного, вдумчивого, углубленного, и я постараюсь дать вам такой ответ, который соответствовал бы вам. Хотелось бы сказать, что существует несколько направлений, в которых вам нужно двигаться. Перечислю эти направления, не освещая их связи между собой, потому что это будут разные направления, а вот, я перечислю их, и в каждом направлении вам нужно будет работать. В каждом направлении вам нужно будет как-то с психологом прорабатывать эти аспекты, потому что эти направления мешают вам нормально жить и в следующих два лет. Ну, во-первых, чувство таски и апатии по общему правилу связано с тем, что вы имеете внутренний конфликт. Этот внутренний конфликт, он проявляется во многих вещах, на самом деле. Внутренний конфликт проявляется в том, что вы, например, не являетесь собой в университете. Личный конфликт проявляется в том, что вы, например, не можете позволить себе какие-то вещи, какие-то, ну, интересные для вас вещи и так далее. Личный конфликт проявляется в ваших отношениях с родителями. И таким образом можно говорить о том, что ваша апатия – это то, что можно назвать первым и главным направлением, то есть разрешение этих внутренних конфликтов, которые у вас есть. Они, эти внутренние конфликты, как раз и мешают вам, внутренний конфликт, точнее, мешают вам реализовывать себя. Внутренний конфликт мешает вам испытывать свободу. Внутренний конфликт не позволяет вам этого делать. Это первый и самый важный момент, который я хотел вам сказать. Снятие конфликта, снятие противоречий позволит вам, наконец-то, вдохнуть свободно и перестать ощущать груз эмоций. Дальше, следующее направление – это направление профессионального. То есть вы говорите, что я учусь на нелюбимой профессии, я занимаюсь нелюбимой специальностью. И поскольку вы сейчас уже на третьем курсе, то, простите, вполне нормально будет, если вы, ну, например, изъявите желание перевестись. После третьего курса можно перевестись, так как все общие предметы вы уже изучили, осталось только специализация. И вы можете перевестись на другую специальность, абсолютно без всякого ущерба и вреда себе. Почему вы этого не делаете, почему вы продолжаете осваивать нелюбимую профессию, хотя она вам не нравится, это для меня тоже непонятно. Но если не нравится вам то, что вы делаете, естественно, у вас будут вырабатываться негативные ассоциации к этому и негативные какие-то моменты. Это нормально, это естественно, было бы странно, если бы было по-другому. Итак, второе направление, это профессиональное определение. То есть, ваша профессиональная идентификация, кем вы хотите быть, чем вы хотите заниматься. Сейчас вы знаете, что вы не хотите быть экономистом, и это уже хорошо. Это негативный результат, результат, который вы для себя знаете, результат, который уже есть. Теперь вы можете на него отбираться, это здорово. Теперь сразу понять, чего вы хотите. Для этого и дается базовое университетское образование, чтобы человек понял, что ему не нравится, а что ему нравится. И на основании этого сделал свой выбор. Следующий момент, это момент того, что у вас отношение к учителям. Вот вы говорите, значит, неприятный в общении преподавателей с завышенной самооценкой и соответствующим отношением к студенту. Я, как и все мои коллеги, учился и как бы видел этих преподавателей. Вот вне зависимости от того, какие они приятные в общении, неприятные в общении, нужно просто делать то, что нужно. Если вы знаете материал, то вы знаете материал. Если вы не знаете материал, то вы не знаете материал. И преподаватель, какой бы он ни был самооценкой, не сможет большому счету вас завалить, если вы знаете материал. Да, если вы его не знаете, если вы плаваете в нем, это вас валит нечего делать. Но если вы знаете, если вы разбираетесь, на тройку минимум вы всегда сдадите. И из этого делаю вывод, что ваше отношение к преподавателям является проекцией, проектированием возможностей своих негативных черт на этих людей. Безусловно, есть основания для того, чтобы считать этих людей заученные самооценки и так далее. Но такие преподаватели не все. И самое главное, что вас это почему волнует? Почему вас волнует это? Почему вас волнует, что у преподавателей заученные, 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 что? У вас есть материал, который вам нужно изучить. Вот и работайте с ним. И кому какое дело, какой человек. Когда вы работаете, это касается не только учебной, но и трудовой деятельности. Когда вы работаете, приходится работать с разными людьми. И если обращать внимание на то, как каждый из этих людей себя ведет, ну, можно очень быстро потерять всякую веру в себя и вообще во всех. Понимаете, если человек по отношению к вам ведет себя негативно, если это вот ярко выражено, то это проблема человека, а не ваша. А если вас это задевает, то это уже ваша проблема. Вас почему-то это задевает. Вы почему-то в себе не уверены. Вас почему-то это подавляет. Но не горит вопрос, почему. Либо вы в чем-то не уверены, в себе чего-то боитесь, либо что-то еще. Но с этим нужно разбираться. И это очередное направление. Следующий момент. Это момент такой, что в нашей школе вы были активным, общительным, но на пехокурсах стеснялся новых людей и не проявлялся в активности так сильно. Но в случае, как это мы остались прежними. Поэтому вы говорите, что вы всех веселите, вы ведете себя как клоун, то есть вы смехом защищаетесь. Вы, скорее всего, не выстраиваете отношения, если вы пытаетесь быть, а не казаться. И это одна из причин ваших тревожных состояний. Далее, значит, что касается друзей. Что касается друзей. Здесь ситуация следующая. Значит, вот вы рассказываете про своих родителей. Это следующий момент. В реальных отношениях с родителями. В детско-родительских отношениях. Вам 19 лет, вы уже взрослый человек. Вам пора думать о собственной независимости. Вам пора думать о полной сепарации от родителей. И если учеба, тем более нелюбимая учеба, не позволяет этого, то учебу стоит менять. То, что делают родители, это их право. Вопрос в том, как это на вас влияет. И почему вы им это говорите. Почему вы, например, пишете родители сроки и не позволяют мне где-то гулять. Спасите, вы грузовичек. Зачем вам спрашивать у них разрешение. Что они вам сделают? Как вы от них зависите? В чем зависит ваших от родителей и почему? Вот же вопрос. Далее вы говорите, я боюсь переходить в зону комфорта. В тот же момент. Вы боитесь переходить в зону комфортно, а при этом отстрадаете от того, где находитесь. Нужно выбрать. Или вы в зоне комфортно, и вы живете так, как вы живете. Либо вы переходите в зону комфорта и, собственно говоря, начинаете жить уже по-своему. Да, вы становитесь зависимы только от себя самого. Да, вы начинаете нести ответственность только на свою жизнь. Но вы правее меняете так, как вы хотите. И родителям это не понравится. Но если они вас любят, они это примут. Если не любят и не примут, тогда не имеет смысла вообще что-либо им пытаться доказывать. Родителям, кстати, вообще никогда ничего не нужно пытаться доказывать. Это абсолютно гиблое дело. Значит, далее. Мне стыдно говорить родителям о тех вещах, которые привычны любому другому человеку. Мне стыдно, чтобы рассказать, например, о том, что мой друг давно курит, или то, что я навезал себе девушку, или что я собираюсь пойти куда-то с кем-то, значит, вызывает у меня панику и всяческое нежелание это делать. Мы не смешно наблюдаем страх. С этим говорить, я боюсь переходить в зону своего комфорта. Рассказать родителям о чем-то таком, это тоже страх к критичному комфорту. Нужно понять, чего вы боитесь, нужно понять, почему у вас это вызывает такую защитную реакцию. С этим тоже нужно разбираться. У меня есть некоторые идеи по поводу новых увлечений, но либо я не нахожу отклик от моих друзей, зачем вам отклик от ваших друзей, если вы сами живете своей жизнью. Если вы боитесь об этом сообщите родителям, опять-таки зачем вам одобрение родителей. Для чего? Вам нужно работать над уверенностью в себе. Вам нужно работать над тем, чтобы вы ориентировались только на себя, в своем поведении и не более того. Другие люди, это другие люди. Вам жить. Когда я должна знать время, когда родителей не будет. и что, на кого тогда будет опираться. Сейчас нужно анализироваться больше не по большому счету на себя, а это означает анализировать то, что мы не уверены в себе и строить соответствующую деятельность по обретению этой самой уверенности в себе. Мне так сочтливо сам, позже отклоняю их по разному причину. обговоркам на самом деле. Подскажите, в чем причина моего, так говоря, напряженного психологического состояния? Ну, это я уже сказал. Профессиональное выгорание, понимаете, я не думаю, что речь идет о профессиональном выгорании, потому что, как профессионал, вы еще не реализуетесь. Я думаю, что профессиональное выгорание того, что вы учитесь не там, где вам нужно, не там, где вас устраивают, это да, но профессиональное выгорание вряд ли. Инфантильность. Да, инфантильность и есть там, что вы боитесь брать ответственность на свою жизнь, на себя и отсюда все проблемы. И гиперопека моих родителей. Это точно, конечно, родители приучили от этой гиперопеки. Нужно переходить на комфорт, переступать на комфорт совершенно определенно. Как это сделать? Понять, чего вы боитесь? Лишите себя от того, что вы получаете в зоне комфорта сейчас и по сути работать в тех направлениях, которые я озвучил. Это и будет вам выходом из вашей ситуации. Надо сказать, что работа это достаточно серьезная. С вами все можно поправить, все можно сделать, но это серьезная работа, не на один раз, потому что, по сути, каждое направление требует ну как минимум одной консультации с психологом, а лучше на самом деле несколько, несколько хорошему вам, длительная терапия, поддержка психолога и, наверное, даже, я бы сказал, коуч-тренер. Вот. Ну а так вот, в таком режиме, я думаю, хотя бы одна консультация в каждом направлении, чтобы вы получили хотя бы представление о том, что с вами происходит, и, может быть, тогда скриптировали свое поведение и лучше понимали, что вам нужно делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вы знаете, на последок хочется сказать, что врослые имеют изможденный вид не потому, что они очень сильно устают, а потому, что они не привыкли прислушиваться к себе. Вот человек не прислушивается к себе, он делает то, что хотят другие. И с этого возникает то, о чем вы говорите. И в основном это у людей как раз-таки прошлого поколения, те, которые заставились в Советский Союз. Там это была норма. Норма сделать так, как нужно обществу, не так, как нужно тебе. И ваши родители, они воспитывают вас в том же ключе, скорее всего. То есть в ключе своих ценностей. И этого вам не поменять. Но необходимо поформировать ваши собственные ценности. Как? Каким способом? Нужно разбираться для того, чтобы подобрать наиболее оптимальные именно для вас. в рамках ответа на вопрос, что вот так вот этого я боюсь не сделать, к сожалению. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok